Всем привет, с вами снова Мега Сириус 12 и мы сегодня продолжаем проходить игру Корсара История Пирата версия 0.42. Как вы помните, я остановился на том, что хотел навестить капитана Фуше после того, как мы нашли канонира Жанна Грани. Но, прежде... А, ну вот, то есть мы зашли к нему, да. И, чё мы видим? Мы видим, что его здесь нет, зато здесь есть какая-то баба, с которой, ну, разумеется, надо поговорить. Так что, давайте с ней поговорим. Так. В общем, ну, я не стал читать диалоги, если хотите, читайте, ставьте паузу. В общем, капитан пропал. Так. Ну, это вкратце. И вот террас, и Кэп куда-то исчез. Они чё, заговорились? Ладно, завтра схожу к губернатору, во всём разберусь. А пока надо встретиться с Грани, он наверняка ждёт в таверне. Ну, идём в таверну. Там мы говорим с Жаком. Вот он. Так. Так, в общем, он просится к нам канонирам. Так, в общем, ну да, вы поняли, он теперь служит с нами, но у нас пропал квест. То есть, квест выполнен. Так, и почему-то музыки нет. Музыка на максимум стоит. Странно. Ладно, давайте посмотрим этого пассажира. Меткость пушки по 50. Ну, неплохо, он развит. Способности по-любому у него вкачаны на канонира. Ну, да. Канонира, бордажник. Ну, давайте назначим. Так, где у нас тут место-то? Назначить. Хорошо, теперь он будет с нами всю игру. Будем его также вкачивать. Кто тут у нас ещё есть? Больше никого. Ну, давайте переночуем. Что-то, блин. Короче, давайте переночуем. Так, мне нужна комната до утра. Поспим до утра и пойдём к губернатору. Так. Тут ничего нет. Ну, хорошо, давайте поспим отдыхать до утра. Ладно, пофигу. 8 часов. 6. А можно уже идти? Да, можно. Идём в резиденцию. Сразу же. Зато здесь музыка громкая. Так. Поговорить. Ой, нет, я не хочу квест брать у тебя. Так. 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 Так, губернатор тоже не знает, куда он пропал. Да? Ну, в общем, вот так у нас получается квест в поисках капитана. Надо будет подпрашивать народ в городе. Может, кто-нибудь подкинет информацию. Ну, тут несколько вариантов. Я не помню точно, что надо делать. Поэтому давайте мои предположения проверим. Первое это спросить... Ага, вы не знаете, походу, нифига, да? Что новенького в краях? Так, как жизнь? У меня к вам дело, не о чем говорить. Так, понятно. В городе почему-то никто не знает. Ну, давайте сходим в таверну тогда. Так, таверчику нельзя спрашивать. Тогда, может быть, с бухариками поговорить. Так, а че... О, вот. Так, чиз да глажь. Так, ну, выпьем еще кружечку. Друг, ты ничего... Во! Надо, короче, побухать. Морская. Так, в последнее время он частенько... А, вспомнил я этот квест. Это, конечно, будет муторно. С этим я не спорил. В общем, он крутился с контрабандистами. Поэтому давайте спросим. Он, короче, говорит, не знаю, можно ли иметь с тобой дело или нет. Ну, то есть, надо выполнить проверку. Как ее выполнить? Да очень просто. Так, че-то мы взяли. Ничего нет. В общем, проверку выполнить ихнюю. Ну, у контрабандистов очень просто. Покупаем любой контрабандный товар в городе. Ну, вот, сейчас давайте посмотрим, че у него. Есть красное. Вот черное дерево, 8 штук. Ой, 8 мне надо, одной хватит. Ну, чтоб это глупо не выглядело. Давайте копру купим. Масло вон, одну. Всего по одной. Контрабандного. Вот, кирпичи можно взять. Ну, 10, пофигу. В общем, сейчас мы это все доброй пойдем продавать. Таверна. Я привез татак. Пляж, глаз, рыба. То есть, нам надо сдать им товар. Ну, сдать в смысле... Как его... Блин. Ну, в смысле, без всяких... Там, стычек. А то бывает с контрабандистами можно подраться. Или патруль. В общем, надо без этого всего обойтись. Глаз, рыба. Так, F6 сохранимся. Ну, сейчас проверим. Ага, они здесь. Хорошо. Отдаем ему все. Так, давай. Черное дерево. Все, что есть. Да, вполне. Давай посмотрим. Копры. Все, что есть. Масло. Все, что есть. Кирпичи. Все, что есть. Больше ничего нет. Ну, спавнятся французы. С ними, наверное, придется... Сразиться. Ну, да, я был прав. Ну, его быстро мочат. Ух ты, что это у него лежит? Двухствольный пистоль. Прикольно. Там вот я вижу еще одного француза. Походу, они заспавнивались в нычке. Сейчас я покажу вам эту нычку. Давайте гасить его. Мне шпагу в лоб доставать. Что это у него? Британская сабля. У француза британская сабля. Оригинально. В общем, вот тут есть такая... Там пещерка, грот, может, скелеты есть, я не знаю. Ну, может, кому-то надо будет, интересно, я не знаю. Это я просто, чтобы показать, откуда француз в воде взялся. Так, теперь давайте еще раз сохранимся. И тут главное воспользоваться багом. То есть успеть на карту. Вот я успел, и в итоге мне не пришлось с французами драться. А вот не успел бы я, и все. Драки бы не избежать. Порт Тартугием. Причалить. По идее, мы должны были теперь... Ну, он должен нам, контрабандист, теперь доверять. Но я не знаю. Вот, он нам теперь доверяет. Долги за него. Так, в общем, нам говорят, что он взялся ввести живой товар. Ну, рабов. И не довез, скажем так. Сто тысяч на триста единиц товару. Так что, сам понимаешь, какие это деньжища. В общем, ему надо привезти триста штук рабов. Привозить их можно периодически. То есть, привез десять, отдал. Останется двести девяносто. Вот так. Во времени мы не ограничены. Ну, в общем, надо раздобыть рабов. Их можно взять несколькими способами. Абордировать корабли. Там нам будут моряки сдаваться. Потом можем... Ну, также абордировать корабли. И могут там рабы быть. Ну, перевозка рабов. Далее, возможно, их купить на Бермудах. Их там полно. Ну, и набирать по этим, по магазинам, по десятке, по двадцатке. Вот так. И вы рано или поздно его соберете. Триста штук. Но дело в том, что я сегодня не собирался проходить этот квест. Мы его оставляем. Теперь мы займемся синей птичкой. И теперь нам надо, насколько я понял, плыть к Бермудам. Что ж, давайте туда отправимся. Я даже не буду вырезать. Ибо сегодня я хотел заняться только одним квестом. Это синей птицей. Которая, кстати, в этой аддоне имеет свое продолжение. Ну да, там дополнили этот квест. После прохождения синей птицы, спустя какое-то время, ну, там будет запарка. Поэтому я советую найти сразу не только 300 рабов, но еще и 100 золота. 100 штук золота. Взять его, ну, искать я его советую сразу. Ибо потом мы его нигде не найдем. Но только если будем часто корабли атаковать, а это как-то не есть удобно. Блин, нафиг я им зарплату дал? 32 тысячи. Просто так выкинуть. Да твою ж... Сколько у меня осталось? 30 где-то? А, 123. Нифига себе. Откуда у меня столько бабла? В общем, причаливаем. И сразу же дуем в таверну. Фу-то в таверну. Вверх. Короче, идем сразу же на верфь. У меня вопрос. Итак, вот он пишет, что догадка относительно подземелья верфи оказалась неверна. А, действительно так. Ну, в общем, он где-то... Базу держит все-таки на острове. Просто она не в подземельях, а в другом месте. Ну, я думаю, многие знают, где доплыть. Залив руны. Вот я не помню, откуда там пройти можно. По-моему, от залива руны. Да, от залива руны все правильно. Только я не помню, какое именно подземелье. Давайте сохранимся и пройдем. Что-то тут лежало. Я отвечаю, что-то рука была, значок. Или мне показалось? Ладно, будем считать, что мне показалось. Джунгли. Опять джунгли. Почему джунгли? Или надо было пройти вокруг того? Блин, давайте попробуем. Я просто не помню точно. Так. Либо вот здесь, либо там надо через джунгли как-то пройти. Подземелье. А, да, тут два подземелья на этом острове. Одно вот такое, ну, как бы каменное. Как будто в замке, там, лабиринты какие-то. Выложенные камнем, кирпичом. Это не то подземелье. Нам нужен грот. И как в грот попасть, я вам сейчас покажу. Нам надо плыть в... ...бухту разбитого корыта. Там мы причаливаем. И идем прямо. И мы сразу же выйдем в подземелье. Вот он, видите, это уже грот. Но это еще не все. Чтобы продолжить тот квест, нам надо вот так вот походить, походить. Где тут? Можно еще походить-то, блин. Не вляпайтесь в маяк в этот. Так, слышу шум. Посмотрим, что будет дальше. Ну, мы увидим сейчас... ...тащивших... ...ну, пиратов, которые тащат грузы всякие на себе. Давайте ускорим время, а то они долго так будут ходить. Новая запись. Читаем. Ну, в общем, пишут, что корабль где-то здесь. И, возможно, стоит взять его на абордаж. Так, нет, мне сюда не надо. Мне знаете куда? Мне надо на выход. Но я нихрена не помню, где этот самый выход. Оба, что это тут лежит? Ладно, пох. Ищем выход. Ага, вот. В общем, там написали нам, что... ...тотема тут нет. Нет, тотема тут нет. Нам написали, что... ...в этом... ...что синяя птица там, ну, в море. И у нас есть выбор, захватить ее, либо потопить. Ясен Пень, такой корабль, как синяя птица, топить, это идиотизм чистой воды. Даже если его, ну, не использовать, если он вам не нужен, я его советую захватить, а потом продать, допустим. Модернизировать, отдать офицерам. Да это... ...очень хороший корабль, поэтому я не советую его тупо топить. А вот я вам советую... О, у него всего 72 человека в команде. Че это с ним? Падла, паруса мне рвет. Стреляй быстрее и на абордаж. Ну, я думаю, мы его быстро уделаем. Такой вот быстрый бой. Ну, давай, грузись быстрей. Мясорубка, на тебе. С одного удара. Конечно, нам помогли, я не спорю. Ну, давайте пока обыщем тут нычки. О, и этого завалили уже. Венцо. Птицу брать не советую. А, вы все, быстро так справились, чуваки. Ну, че тут, кто еще есть? Кто еще помер? Так, два трупа, тут два трупа. Че-то как-то мало народу, что ли? Или мне кажется? Ладно. А, вот они, кого гасили так долго. Ух ты, у всех сапфиры всякие. Откуда? Они же моряки обычные. У капитана скомуниздили, что ли? Ладно. Забираем и идем в каюту. Странно. В ГПК, в дополнение, в моде Adventure Tales, там, короче, ну, двойная каюта. Рядом там проход есть. А здесь они ее оставили одинарной. Не знаю, почему. Так, это работа. Приятель. Так, ну, с ним можно поговорить, но... Это ничего не даст. Он лишь тупо восстанавливает здоровье. Ну, меня это мало волнует. В общем, в оригинальной ГПК, с него можно снять редкую шпагу, Хаудаген или что-то такое. А вот в нашем случае у него будет только балок. Но сами видите, у него тут всякое барахло ценное. Ну, и все. Больше у него ничего толкового. Что можно еще скинуть? Микстурку. Микстурку вот желательно взять. Балок, пожалуй, мы оставим. Нет, двухствольный можно продать дорого. Ух ты! Отличная подзорная труба. Вот ее очень дорого можно продать. Поэтому давайте оставим... Микстурка, по-моему, дороже. Стоит? Нет? Я вот не помню. Берем. Оп-оп. Что у тебя больше ничего не вылазит, что ли? Жалко. Давайте хотя бы трубку возьмем. Но у него есть еще один, этот сундук. Давайте его обыщем. Ром, фигня. Блин, я забыл. Твою... Чтоб тебя, леший, драл. У меня, короче, нет офицера подходящего. В этой аддоне офицер должен иметь звание первого помощника, чтобы ставить его капитаном. То есть, если у вас канонир есть, это не значит, что он может быть капитаном. Ну, в принципе, это нормально и логично. У меня первого помощника нет, поэтому... Синюю птичку я захватить не смогу. Так, товары перегрузить все это по-любому. Давайте сравним. Корпус у него хуже. Скорость хуже. Маневренность лучше. Бейдевент, ну, против ветра лучше. Так, по двум параметрам только пока, да? Команды. 65 с учетом перегруза. 81 человек. Пушки. 18 фунтов. То есть, максимум 24 можно поставить. Их всего 22. Что-то они, ребята, в этом аддоне вообще щебеку эту испортили. В ГПК я на ней мог, не знаю. Я на ней, бля... Линкоры спокойно захватывал. Ну, потому что она очень маневренная. Уворачиваться и шмалять картечью и все дела. А здесь она... Она маневренная, но... Пушки слабые, команды вообще мало. Допустим, в Корсары проклятой судьбой я играл. Там я с учетом всех улучшений набирал команды 450 человек. А здесь, ну, с учетом улучшения, ну, 200 максимум, если повезет, будет. И это с перегрузом. Не-е-е. Хреново, хреново. Очень хреново. Оставляем наш верный бриг-охотник. И топим щебеку. Здесь она очень фиговая получилась. Кэпси не птицы мертв. Дело сделано. Теперь можно отправиться за наградой. Прежде чем отправляться, я советую вам сплавать на Бермуды. Разумеется, починиться. Очистить днище от ракушек. Ну, обычные процедуры. Так, нет, мне не надо улучшений. Просто почини корабль. И очистить днище. Вот и все. О, цена тут, кстати, люгер всего 5000 стоит. Нифига себе. Барк. Барк, конечно, уже подороже. Так-с. Я вот не помню, в каком-то аддоне, мне кажется, или игре в Корсарах, Брик был третьего класса, а это что-то четвертого. Ну, ладно. Магазин. Так, ядра золота. У тебя есть 100 золота, но во сколько мне обойдется? Одна стоит... Сколько я потратил-то? Пятьсот. То есть... Две уже тысячи. 150 тысяч. То есть мне даже на... А, 123. Да, как же. Офигеть. 65 тысяч. А, 65 тысяч, не 600? Что-то мне приглючило. 99, блин. Купить сразу, не купить. Возить его потом с собой все время, блин. Даже не знаю. Так, давайте сначала стандартные товары закупим. Например, 115. Что у тебя еще? Доски. Нафига мне так много досок? 40 штук вообще можно продать. 6 купим. 10 продадим. Может, еще десятку давайте даже. Так, лекарства. Ну, давайте все купим. Оружие. У меня всего команда 150 человек. Зачем мне 216? Провиант. Давайте весь купим. Вот тут немного. 800. Продать 780. Эх, 100 она. Так, ага. Ну и вот это барахло давайте все продадим. Например, 400 ядер мне нафиг не надо. 200 картечи мне нафиг не надо. Хотя немного еще закупим. Потом кнепеля 200 штук мне нафиг не надо. Бомбы 400 штук нафиг не надо. Ой, я купил. Тьфу ты, блин. Тогда 800 продать. Но это все фигня. Меня волнует вопрос, сразу ли купить золото или не покупать. Рабы. Вот у него рабы 290. Можем, кстати, рабов купить. Так. Куплю десятку того и десятку другого. И все. Так-с. Золото рабы. Ага. Починились. Так, давайте глянем, что у него есть из личных шмоток. Дуэльный кинжал. Британскую саблю мне не надо. Двухствольный пистолет. Вон, 2000. Просто так считай. Отличная подзорная труба. Две тысячи. Просто так опять. Красота. Но одну микстурку вообще-таки советую оставить. Вдруг мы где-то траванемся. И тогда они нам очень будут нужны. Продаем все это брохло. Тут они, конечно, с ценами поработали нехило. Но все-таки. У нас 130 тысяч. Чиненный кораблик. Снаряженный полностью. Давайте сходим еще в таверну. Но прежде... Мне нужно по делу. Кажется, впрочем, сейчас не до разговора. Блин. Я не помню. Что я добрался до синей птицы. Больше она вам служить не буду. Пошел вон отсюда, идиот. У, какие пить это. Утомил. Так, ну, в общем, ладно. Не будем его доставать. Команду нам сейчас не дадут. Нанять дам. Ну, хорошо. Давайте поспим. И куда нам надо плыть? Напомните мне. Хозяин магазина Форт-де-Франц. Понятненько. Базара нет. Ну, не. 7-6 часов поспим. В общем, сейчас я сдам квест вот этот. И закончим часть. Без записи я буду добывать рабов. Спросите, как я буду это делать? Почему я не буду это снимать? Снимать я не буду это потому, что это муторно. И это не по квесту. Рабов можно и так начать добывать, чтобы на них денег поднять. Поэтому снимать это я уже не вижу смысла. Но я вам скажу, как их добыть. Способы... А, я вам уже говорил вроде, да, там, абордаж кораблей, покупка. В общем, вы уже знаете способы. Я сказал их в самом начале. Поэтому способы вы знаете. Поэтому вы вполне сможете их добыть сами. Единственное, что... Насчет золота я вас тоже предупредил. Его потом можно добыть только захватывая корабли. То есть в магазинах вы его купить не сможете. А нам кровь из носу будут нужны эти самые 100 штук золота. Поэтому советую иметь запас. Я просто не помню, когда будет продолжение этого квеста. Ну, будет продолжение Синептица. Я не помню, как называется. Ну вот, мы уже один квест выполнили. И сейчас нам дадут 50 тысяч пиастров за этот квест. Если я правильно помню. Или 30 тысяч. Ну, я не помню. Точно. Вроде бы 50 должны дать. Так, пираты. Пираты это плохо. Мне сейчас неохота с ними сражаться. Ну вот, мы доплыли, наконец. Причаливаем. И сразу же тащим нашу задницу в магазин. Так, ну туда грузишься? Нет. Магазинчик. Так, кстати, нам тут припасы пополнить надо. Нет, ром есть ещё. Где ром-то? А, выпили что ли? Опять выжрали всё. Совсем зажрались. Так, ну давайте сначала запасы пополним. 190. О, нормально. И ром. Где тут ром-то? Ой, он тут дорогой. Не, ну нафиг. Так. Хочу вас уведомить, что я расправился с вашим поручением. Щебека-синяя птица не будет более досаждать торговцев. Досаждать торговцам. Прекрасная новость, скажу я вам. Наконец-то мы сможем заняться торговлей по-настоящему. Вы хотите получить деньги прямо сейчас? Да, желательно. Без проблем. Извольте получить. Ну, в общем, всё. Квест вроде бы сдан. Хотя потом будет его продолжение. И нам самое главное. Дали 50 тысяч. И у нас уже 180. Это очень радует. Следующую часть мы начнём на Тартуге. Там с рабами количеством 300 штук я уже буду в таверне. Ну и мы сразу сдадим этих рабов и продолжим квест. Ну, вот этот вот. Ну, а сейчас всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока. Подписываемся на мой канал. По традиции чаще сохраняемся. Это будет беречь вам нервы и время. Ну и вроде бы всё. Всем ещё раз удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok